Здравствуйте, уважаемые телезрители! На первом альтернативном программе «Открытый эфир» я Владимир Банчиков. Сегодня гость нашей студии, художественный руководитель балетной труппы нашего замечательного государственного Бурятского академического театра оперы и балета имени Цызанжапова, господин Марихира Ивата. Добрый день, господин Ивата. Но поскольку уже телезрители, наверное, знают, что мы с тобой давно дружим. Да, я еще забыл сказать, что ты большой друг нашей телекомпании. Спасибо. Спасибо за все время такой, как сказать, большей поддержки. Вот АТБ, вот я с удовольствием с вами всегда нахожусь и очень благодарен. Спасибо. Я уже говорил и говорю от всех нас, что мы всегда поддерживаем твои проекты, но о проектах твоих чуть-чуть попозже поговорим. Морис Александр, расскажи, вот сейчас закончилось, заканчивается лето, да, такое, ну, безумное. У нас здесь жара, пожары, засуха и все прочее. Ну, вместе с тем, заканчивается, для многих, к сожалению, для кого-то, к счастью, сезон отпусков. Вот ты как провел отпуск? Ты вообще был в отпуске? Ну, да. Короче, вот как закончился я просто сезон, я сразу с женой поехали недельку в Грекию. Вот, ну, там что-то говорят, такие, как сказать, переворотные. Да, да, политические там катаклизмы были, экономические точно. Да, приехали, там все нормально, вот, как сказать, правда, туристов очень мало, но там как все функционировано, там все это, как сказать, сдача есть и деньги, принимают там все, как сказать, карта, там все, все как положено. Вообще, вот, как сказать, ничего не было, хорошо отдохнули недели, и сразу после этого поехал в Японию, а дальше уже, как сказать, бегал, занимался, потому что у нас подготовка идет в этом сентябре, поедем в наши труппы балетные, 30 человек гастролировать в Японию. Впервые в истории театра, насколько я знаю. Да, вот впервые поедем к моему родину, я очень рад, чтобы немножко показать мою страну артистам и показать, чтобы артистам другой мир, чтобы их взгляд немножко расширить, не просто, как сказать, в нашем, как сказать, городе, менталитете, а другое отношение, другое требование, вот, и другое страну. Я очень рад, что могу показать моим родинам, моим народам нашего прекрасного брятского балета. Вот ты говорил мне перед началом беседы о том, что ты хочешь расширить еще труппу свою балетную, да? Да. С чем у тебя такие планы? И есть ли такие, в принципе, возможности? Вот, да, конечно, вот в данный момент у нас в театре труппа человек 50 артистов. Вот это показать больше балета, это притык-напритык. Я бы хотел, чтобы вот штат расширить где-то, ну, человек 70, это вот минимальное, честно сказать, требование. Тогда вот имеет возможность и запасы, второй составы. Артисты могут там распределить и работать, там, кто, да, кто отдыхает. Это вот, чтобы данный момент, конечно, вот наши артисты молодцы. Просто таким, как темпом работает ведущий артист, танцует курдобалет, где не хватает. Мы просим, что, да, примерно вот народная артистка вриятие Вероника Миронова. Она вот вообще прямая балерина, такая номер один. А курдобалет, там, конечно, это озвучить с моего стороны очень стыдно, но вот нет безвыходного положения. Прошу, что там не могла бы там выйти. Она там сразу соглашается, там и станет курдобалет, чтобы создавать спектакль. И так наши артисты все так это понимают. И мне, конечно, это очень нравится, очень оценю, чтобы неиспортенное вот это отношение и настоящее творчество, они не просто себя пиарят, они вот любят искусство, балет. И вот, как сказать, и дают... И свой театр, и свою труппу, и тебя в том числе. Ну, да, скорее всего, у тебя не любить невозможно, я так понимаю, что... Не знаю, но я их люблю, это однозначно. Ты, кстати, очень хорошо выглядишь, ты посвежал, видимо, отдых в Греции, посещение родной земли тебе очень на пользу. Пошли, тем более, тебе предстоит очень серьезный такой сезон, я так понимаю. Да, в этом сезоне очень насыщенно будет, планов очень много, я думаю, очень интересно будет. Ну, а планов чуть позже. Вот давай сейчас я тебе задам такой полуполитический вопрос. У нас недавно опять возникли такие, ну, скажем, напряженные отношения в связи с визитом Медведева нашего премьер-министра на Курильские острова, да, там опять началась шумиха в прессе в японской. Ну, и наши тоже самое это отметили. Вот отношение простых людей вот к этому конфликту, да, связанному с этими четырьмя островами в Японии, вот какое? Вы знаете, конечно, вот может быть какие-то там СМИ, да, информационные, они какие-то там критические поступают, но я немножко другой взгляд у меня. Обычно, вот как наши, как мы, такие вот народы, они настолько реагируют, конечно, просто, просто вот, как сказать, кто-то шумит с этими делами. Ну, я хочу сказать, что какой-то мер должен быть иметь, да, чтобы понять, потому что я, в частности, я не политика, я не имею права критиковать специалиста. Дмитрий Анатольевич, специалист, кто-то вот политиком занимается, вот они же специально политиком занимаются. И у них есть тонкие вот нюансы, которые нам не понять, но это надо делать. Поехали, и я так принимаю, что вот он хочет какие-то вопросы решать. С этим надо как-то, что мы должны быть пониманием, и самое главное, в конце направить, чтобы мы дружили. Больше, вот, как сказать, ход, и критиковать, шуметь, это только процесса удлиняет. Вот, я знаю и уверенно, что и российская сторона, и японская сторона, точно знаю, они хотят дружить. И ты вот в этом, как сказать, процессе, да, принимаешь вообще самое активное, самое непосредственное участие, я так считаю, что ты вообще посол мира, дружбы между Японией и Россией. Ну, в целом, и Бурятии в частности. Посол не знаю, но я один из, как сказать, гражданин Японии, и любящая Россию, приятие. Я хочу, чтобы мы дружили, и мы дружим. И поэтому, как сказать, по возможности, что реализовать, и чтобы полезно быть, как сказать, не просто как... Что такое дружба, это, как сказать, не просто это хорошее отношение, чтобы были взаимно полезны быть. Вот, то, что я могу, это, как сказать, показать японскую культуру здесь, ознакомиться. То, что я могу, это показать наши вот артисты в Японии, рассказать обриятия. Вот сейчас, значит, буквально недавно снимали рекламу, японскую рекламу, и после 6 сентября будет эта реклама выйти в Японию. И там реклама, там озвученный бурят. Ну, я очень надеюсь, конечно, вот широкая публика будет теперь узнать, как сказать, наш город. А теперь давай перейдем уже непосредственно к твоему очередному проекту, который запланирован у тебя на 3 сентября. Я знаю, что там будут показаны очень такие шикарные церемонии. Ну, ты расскажи, пожалуйста, подробнее вот об этом. Хорошо. Значит, вот я в прошлом году создавал культурный фонд Морихиро Ивата. Это мероприятие, третье, так сказать, наше вот мероприятие. Фонда Морихиро Ивата. Морихиро Ивата, да. Совместное, конечно, очень благодарное, помогает нашу оперную театру. Аюну Владимировну, да. Аюну Владимировну, да. Очень благодарен. Без нее, без нее, просто вот это проекты, просто этого фонда не существовал. Вот, значит, вот этот третий раз, это самый большой проект моего в жизни. Мы приглашаем легендарные японские барабанщики Кодо. Весь мир известен, потрясающий, просто захватывающий дух. Во-первых, японский барабан так звучит. Я буквально недавно в Японии был, на концертном зале сижу. Самое, вот, последнее ряду. Ну, там зал, конечно, намного больше, чем оперная театра. И то, такой звук невероятный. Вот не знаешь, что это такой звук. Это не колонка, вот как-то полная громко дает. Звук дает, вот, непонятно. Акустический, без всякой электроники. Да, и когда тонкий звук, больше звук. Просто одно барабанное, и играет это, и вот, и не просто барабан, и вот это барабанщики, вот, мировой бренд. Я очень давно мечтал, когда даже вот организовал в Большем театре концерт, я их пригласил, они согласились, согласился, но по финансовым возможностям сегодня не было, я не смог их приглашать. Не знаю сколько, уже лет 10 их хотел все время приглашать. И сейчас, вот, 3 сентября, впервые, вот, удалось, вот, сейчас уже барабан, как сказать, отправляют из Японии, направляются к нам, 31-го, артист Кода уже приезжает сюда, будем репетировать. Вот, значит, вместе с ними мы, я пригласил артиста из Большего театра, 7 человек. Один из них, Ипыльма, балерина Нина Копцова, заслуженная артистка «Россия». Вот, она прекрасная артистка, вот, куда гастроли едет, она всегда, вот, лицо больше театра. Вот, мы очень, мои хорошие, очень хорошие друзья, они с удовольствием согласились, и приехать, и вместе танцевать с этим барабанщиком Кодовым. Это будет под аккорпинемент барабанов, танцевать? Представляете? Вообще, не просто вот барабанда слушать, и совместные танцы можно смотреть в Большого театра. Я, в том числе, вот, один из участников буду там выйти на сцену. Вот, и, конечно, это просто грандиозное, и Москвы не могло существовать, и в Японии тоже такого вообще, вот, не было в истории. Таких проектов грандиозных. Да, мы в Уланды делаем один раз. Вот, и плюс с этим, значит, согласился наша прекрасного артиста, человек-оркестра Батувшин. Вот, в конце, вот, им нет такой идеи, чтобы барабаны, бурятские музыка... Все, не раскрывай все тайны. А, сейчас я не скажу. Потому что, да, надо интриговать людей, чтобы они... Не, ну, да, я, не, знаете, вот я смело могу сказать, одно дело вот я скажу, а другое дело вот в этом моменте вы и там находитесь. Это надо, это надо почувствовать. Звук я расскажу, а когда вы услышите это, вы только тогда поймете, что это такое. Эта запись не видна, это принимается телом. Вот, артисты в Большой театре танцуют энергически. Не экран смотреть, они перед вашими глазами будут танцевать. Вот, я уже, я уже вижу, мне даже мурашки бегают. Вот, поэтому, сам концерт интересный. И плюс, такой у нас случайно, вот, как сказать, повезло. Я вот, друзьями рассказывал про этот проект. Вот, и один из них, у них был знакомый, который имел такое, знаете, уникальные возможности. Это одевание кимоно. Это какое-то отдельное искусство, да, в Японии? Да, значит, одевание кимоно, это непростой. Это, значит, церемонии императорской семьи. Какое-то праздничное, это моменты, одевает кимоно, одевает, знаете, не один-два, а там 12 кимоно, одному человеку одевает. Одно на другое, как... Да, вот, 12 кимоно одевает. Это такой вот традиционный императорский. Вот они одевают, знаете, одну веревку. Вот одевает кимоно, веревка завязывает, сверху одевает, снимает, веревка, вот 12. Такой тонкость, вот все там, ну, как сказать, это все именно вот настоящая японского культура. Тонкая работа. Не просто, рубашка одел, пошел. Как положить, какой градусов, там все, какой цвет подборный. Это надо тоже видеть. А это потом, одну из-под другого как-то видно, наверное, да? Да, да, они красивые. Вот они такие, вот все тонкое, вот, кстати, вот по миллиметрам, вот как искусство. И вот этого кимоно сейчас шьет только два места в мире. Вот они сейчас приводят к нам. И японцы, я даже вот сейчас, я сам не видел, мои друзья, вот очень мало кто может увидеть. И вот этот процесс, извини, что перебил, вот этот процесс одевания вот этого кимоно видят только те счастливчики, которые попадут в театр. Или это можно будет отснять и потом показать, допустим, на нашем канале. Ну, это надо с ним поговорить, потому что это непростой церемонии. Я понимаю, если императорская, то это все будет очень серьезно. Здорово, что вот они согласились, так вот, что я рассказывал, что вот наша концепция, цели, идеи, желания, они просто вот с этим, как сказать, рассказом в восторге и с радостью согласились. Очень хотели, что вот, как сказать, помочь нам, вот, и зрители, конечно, увидят. А насчет эфира, вот, поговорим, не знаю, по возможности, конечно, это интересно. Это очень интересно. Тем более у нас любители Японии, японской культуры, очень много. Это я вот точно знаю, у нас постоянно проходит фестиваль японского кино. У нас знают японского, ну, в основном, это, конечно, японское кино, это Акира Курасава, таке Шикитана, но эти имена, по-моему, знают весь мир, у нас их очень любят и смотрят. Еще что подаришь ты нашим зрителям уже безотносительно твоего фестиваля, а дальше? А вы знаете, еще не до конца рассказывал, что фишка такая много, просто каждый момент очень, очень невероятно. Поэтому, ну, вот, один из, кто входит в нашем фестивале, значит, будет фото-выставка Хироша Абе, один из ведущих фотографов. Очень, как сказать, многие журналисты, вот, его фотография висит, очень красивая фотография. Мы с ним познакомились в 2005 году, вот, и в течение вот этого 10 лет он меня снимает. Значит, впервые он снимал еще вот, когда я работал в Большем театре, и при том, старого здания, до того ремонт снимал. Это, конечно, уникальный кадр, потому что сейчас Большой театр тоже очень красиво, здорово, но они тогда раньше были другие. Вот по фотографии увидите одно и то же здание, сейчас просто грандиозное, красивое, невероятное, как музей, но раньше другое. Вот это два уникальных кадра, в 2005-м до ремонта, и в 2011-м, когда церемония была открытия Большого театра, помните, да? Да, когда билет миллионы там стоили. Вот, они приехали, вот эту церемонию снимали. Вот, и вот, значит, в 2005-м, в 2011-м, и сейчас вот в Бориаде снимали. Вот в период десятилетия, вот история со мной и с мастером Абе-сан, совместное творчество в процессе, вот фото он привезет, и плюс такой вот маленький уголочек будет делать, что японская культура города Фуджи, гора Фуджи, и такие вот маленькие, как сказать, детали японского культуры, это для того, что наше Бориадское театр, куда поедет он такой. Всего он привезет 108 фотографий, представляете? Это огромный. Ну, размер А3, вот такой, ну, так, хорошее фото. 108, и мы сейчас думаем, как разместить, вот в нашем театре фойе, ну, представляете, 108. Да, это точно. Мы, может быть, мы не все можем повесить, но чтобы весь этот зрительный зал, как сказать, наклеено, это однозначно. Вот, и плюс еще приезжает из Хабаровска господин Танакасам, бывший военный пленный Японии. Вот, он в этот период жил где-то там рядом Иркутском, наверное, он сейчас живет в Хабаровске. То есть он после амнистии, освобождения, он не поехал? Он поехал в Японию, и спустя некоторых несколько лет он приехал в Хабаровске, он хотел жить в России, представляете? Да, это легендарная личность уже. По-моему, он там, я где-то про него читал, что он женился, по-моему, там что-то любовь какая-то была. Ой, не знаю, вот это, не знаю, но вот сейчас он живет, он, конечно, очень ценитель женщины, он любит женщину, так же, как мы. Вот, 88 лет, он с радостью согласился приехать сюда и будет играть, он играет уникальные инструменты, которые два в мире, два только существуют в мире. Это японские инструменты? Это он создавал инструменты, он какой-то сам даже сделал, да, 2, 1, 1, значит, один находится у него, а второй находится у Джон Реннон. Ух, ничего себе! Представляете, такое инструменты? Ну, теперь у ЮКУ, наверное, Джон Реннон, да, 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 ну, да, ну, да, музей, может, где-то у его музея находится, вот он, он, значит, этот инструмент привезет, будет поиграть и обещал, что во времени вот этого военнопленная, чтобы русский ему научил песни, он будет озвучить в нашем театре, которое, поучаствовали, да, вот, стройка японского военнопленная. Да, ну, на самом деле, у меня тоже уже булашки по коже забегали, в предвкушении того, что увидят наши зрители. К сожалению, время программы подходит к концу, но, Морисан, по традиции, я предоставляю тебе слово, обратиться к телезрителям, к любителям театра, балета, в частности нашего, с твоими пожеланиями, приглашениями, пожалуйста, в эту камеру. Спасибо, дорогие зрители, телезрители, очень рады приветствовать, значит, у нас 3 сентября будет такое грандиозное мероприятие российского, японского культурного фестиваля «Мир, дружба». Это зрители, я уверен, что бурятский зритель первый видит такого концепции, частности моего, я, вот, как сказать, ни разу не видел, и ни разу не мог, а вот здесь будет, в нашем прекрасном оперном театре. Приглашаю всех, такую возможность, подарите себе настоящее искусство. Спасибо большое, Морисан, я думаю, наши телезрители однозначно откликнутся, я боюсь, что не вместе театр всех желающих, у меня есть такие почему-то смутные сомнения, что не все, наверное, все-таки желающие попадут, но вот счастливчики все равно попадут, хочется пожелать, чтобы это все прошло, но я в этом, сколько, собственно, не сомневаюсь, но лишние пожелания хорошего никогда не помешают, чтобы это все прошло на том уровне, который ты запланировал. Мы в этом абсолютно уверены. Спасибо. Уважаемые телезрители, гостем программы «Открытый эфир» был художественный руководитель нашего бурятского балета, господин Марихира Ивата. Я, Владимир Банчиков, прощаюсь с вами, всего вам самого доброго, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова